приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео посмотрим на танчик lt 432 взял на нем три отметки поэтому есть что рассказать в 2018 году этот танк просто появился в премиум магазине и больше никаких изменений за все это время с ним не было он просто появился и есть получается этому танку 4 года он уже не молодой прошел испытание временем и что же у него с результативностью среди lt 8 левела он находится на втором месте по планке на три отметки чтобы сейчас набить на нем три отметки нужно суммарно держать урона и ассиста 3305 получается что танчик испытания временем прошел и является вполне себе неплохим я далеко не новичок но с этим танком у меня возникли некоторые проблемы когда я набивал на нем три отметки и вообще в принципе он меня бесил почти все время пока его правильно не собрал то есть пока ты правильно не поставишь оборудование пока ты правильно не прокачаешь полевую модернизацию это танчик будет нерезультативный и будет только раздражать и бесить я поставил коп командирский наблюдательный прибор чтобы лучше светить за кустами и тех кто двигается я поставил просветленку для того чтобы обзор был больше ну и поставил оборудование которое улучшает маскировку также в инструкции я поставил еще увеличение маскировки в целом у меня получилось маскировка 49 и 5 поскольку это легкий танк то и в движении и стоя на месте маскировка одинаковая что касаемо полевой модернизации здесь не все так однозначно и нужно понимать что и для чего прокачивать стабилизации точность в общем и целом у танчика так себе если точность не улучшать получится 035 с допайком и нормальным экипажем если улучшает то примерно 033 но орудие все равно будет кривое во первых полевой модернизации сначала улучшая максимальную скорость нет смысла у лт выбирать увеличение мощности двигателя поскольку вы быстро будете набирать максимальную скорость и особо быстрее не поедете просто всегда будете ехать на ней но вот если вы максималку увеличите то вы будете набирать больше и держать больше максимальную скорость и все также вы будете ее держать поэтому увеличение мощности двигателя где уменьшается максималка это полный бред такое нельзя вообще ни в коем случае ставить дальше мы увеличиваем скорострельность и ухудшаем точность, получается 0.35 точность и КД очень быстро там что-то вроде 4.5 секунды почему нет смысла улучшать точность и ухудшать скорострельность, поскольку пушка что-то так, что-то корявая, легче быстрее стрелять, все равно по формулам картошки примерно одинаковое количество снарядов всегда летит около середины, так зачем нам улучшать точность, если все равно пушка корявая получается, лучше тогда улучшить скорострельность и это одно из самых важных что нужно выбрать в полевой модернизации чтобы сделать этот танчик намного эффективнее вот именно на этом этапе у меня был самый большой косяк из-за чего танк был всратой только с выбором скорострельности стало намного лучше ну и в конце мы улучшаем защиту от фугасов конечно скорость назад мы ухудшаем и это плохо это будет очень сильно заметно что танк назад едет так себе может быть есть вариант вообще не прокачивать последнее ничего не выбирать но вот ухудшать защиту от фугасов не стоит ни в коем случае поскольку легких танков у которых повышенное пробитие фугасом в игре много арта частенько любит половить лт-шек на ходу да и многие в лт стреляют фугасами с перком который быстро меняет снаряд поэтому ухудшать защиту от фугасов ни в коем случае нельзя вот мы правильно прокачали танчик у нас еще остаются перки где нам нужно очень много перков чтоб танк был нормальный нам надо едва перка на стабилизацию едва перка на обзор обязательно сначала нужно прокачать радио перехват а потом орлиный глаз иначе обзор будет хуже обязательно нужна маскировка и ремонт нам нужен и лампочка нам нужно конечно можно обойтись без перка который быстро меняет снаряды поскольку когда быстро но если он будет тоже можно будет им пользоваться и боевое братство нам тоже не помешает перка в общем нужно очень много чтобы танчик чувствовал себя комфортно и после того как мы провели вот такую огромную подготовку к бою чтобы наш танчик был максимально силен во всех ситуациях на всех картах еще я рекомендую поставить вторую сборку оборудования где чисто городские карты супер маленькие где ну вам абсолютно никак не поможет ваша способность светить и маскироваться туда можно поставить досылатель стабилизатор вентиль или что-то в этом духе но пользоваться есть равно придется очень редко и теперь нам нужно с этими всеми подготовками в бою правильно занимать позиции кусты правильно себя вести для того чтобы формить много цифр урона засвета и сбития гусениц для того что получить три отметки и максимально реализовать этот танк показать на все что он способен для этого нужно действовать не только по шаблонам стандартных кустах там стоять светить но и обращать внимание что происходит в бою куда поехали союзные лт куда поехали вражеские чтобы не мешать друг другу союзные лтшки не светить друг друга и светить разные направления если лт в команде много как допустим на фоне вы видите бой я не поехал союзные лтшка чтобы не стоять там просто так я поехал контрить вражеские лт которые на центре на болоте будут кататься после того как я закончил и они слились у меня появляется пространство перед собой которое я использую для того чтобы вывести максимум из боя циферок мало того что нужно изучить у топ игроков самые лучшие позиции на карта для лт нужно еще и в правильный момент подбирать их под ситуации в бою быть лтшкой в ордотанс это ремесло конечно не из легких и честно скажем не особо то благодарная не всегда союзники хотят стрелять по вашему засвету поэтому танчик вполне себе хороший если правильно его приготовить но если его неправильно подготовить к бою какой же он неприятный еще и горит часто в лоб поэтому пожаротушение тоже не забывайте качать не сказал бы что этот лт для новичков как некоторые говорят все таки не так уж просто его подготовить к бою да и в самом бою я бы не сказал что лт это легкий класс техники в плане сложности с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока